Музыка Наконец-то мы собрались в этом зале на последний, итоговый, четвертый конкурсный день. Причем конкурсный день, который так и называется день свободного творчества. Сегодня дети, воспитатели, вожатые приготовили все, что им взбрело на ум. А взбрело им очень многое. Поэтому аплодисменты воспитателям и вожатым. Нам, членам жюри, тоже сегодня взбрело на ум что-то новенькое. И сегодня в жюри мы посадили Казакова Максима! Это первый представитель нашего неподкупного жюри. Второй представитель, который не только видит все через камеру, но и будет сегодня воочию оценивать это просто так. Это руководитель информационного центра Паркачев Павел Иванович! Следующий человек, который входит в состав жюри, он постоянный. Он все время находится в нашей команде, потому что в это время у нее должен быть кружок. А она вспомнила поговорку «Солдат спецслужбы идет». Татьяна Анатольевна Одинцова! Студия мы вместе. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Владимировна Мартынова. Ну и председателем жюри, как всегда, является человек, как вы помните, без которого нельзя, нельзя ни одного выступления увидеть на этой сцене. И это креативный консультант нашего лагеря, художественный руководитель Ковалев Александр Сергеевич. Все, встал только один шарабарин. Приветствую вас. Шарабарин, респект. Итак. Итак, мы сегодня с вами работаем по той же десятибалльной системе. Жюри оценивает каждое выступление, они появляются на экране. Суммируем. Все суммируем, выводим общий итог. Ну и, как вы помните, у нас приближается день. И, наверное, в этом году у нас называется церемония награждения АС. И вы помните, что по итогам всех накопленных волейбалов будут выбраны лучшие сказки, лучшие клипы, лучшие танцы, лучшие зарисовки и лучшие разные-разные жанры. Эстрадные и так далее и тому подобное. И дай еще раз всем аплодисменты. Очень душно. И мы начинаем. Мы начинаем сегодня тоже, не как всегда, не с девятого и десятого отряда, а с отряда семьдесят восемь. Седьмой и восьмой отряды на сцене. Сегодня они для нас приготовили выступление, которого, если честно, ни разу не было на этой сцене. Итак, седьмой и восьмой отряды приготовили клип, который называется «Кейтские сказки». Если вы думаете, что у нас ни разу не было клипов, то, конечно, это неправда. А вот что будет внутри этого клипа, мы сейчас увидим. Отряд семьдесят восемь. Встречаем бурными аплодисментами. Встречаем бурными аплодисментами. Встречаем бурными аплодисментами. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 шевелить, вставить в сети не верить. Да ведь я вам налим! Не, не налим. Мы про налима не так говорим. Налим не хотим гордиться собою. Налим не хотим носить шапку собою. Ни перед кем ее не понимает. И жуток, как ты, не понимает. Аплодисменты. Это были 9-10 отряды. Вот так делать нельзя. Дети, откуда звук? Из зала или с улицы? Как будто бы не слышно все закрытыми дверями. Да, жюри нас сегодня не балует, не балует. Но я хочу сказать, что завтра будет дождь. И обязательно все нормализуется. А следующему выступлению нужен будет свет? Ну, то есть без свет. Тогда, может быть, приоткроем дверцу? Итак, первая отметка 9-10 отряда. 7! Сегодня, видимо, любимая отметка 7. Первая. 8! 9! 9! И еще раз 9! Общее количество 42 балла. Ну, я думаю, что это очень хорошо. Тем более, девчонки, которые были на той шторе, на белой, вы видели очень симпатично. Давайте им отдельные аплодисменты. Это река. Можно окунуться в такую погоду. Ну, а дальше мы увидим на этой сцене 4-й отряд. 4-й отряд обратился к серьезной теме, а вернее, решил изобразить на этой сцене клип-притчу. Я думаю, каждый из вас слышал в своей жизни не одну притчу. Притча — это небольшой, ну, скажем, рассказ, который обязательно несет какую-то науку, жизненную науку, из которой можно сделать определенные выводы и как правильно действовать в жизни. Поэтому, я думаю, 4-й отряд нас сегодня научит тому, что они уже знают сами. Итак, на сцене 4-й отряд. Клип-притча «Два монаха». Встречаем горными аплодисментами. Ещё громче, дети. Какой-то будет тепло выступать, а вы ещё и не поддерживаете. Давайте громче. Однажды старый монах из монастыря Люцю на вершине Деньшана призвал к себе двух учеников и отправил их в мир искать мудрости. Долго шли монахи, пока не набрели на одинокую деревушку. Клип-притча «Два монаха» 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 Нашли монархи до следующего селения и увидели, как три человека ворочат огромные волны. А что ты делаешь? Горбачись! А ты что делаешь? Деньги зарабатываю. Ну а ты что делаешь? Храм строю. Прошло время, и монахи вернулись в свой монастырь. О, учитель! Позвольте сказать, вы нам запрещали даже смотреть на женщину, а он взял женщину на руки. Он давно уже поставил ее на землю, а ты до сих пор носишь ее с собой. Ты не достиг просветления. Иди и учись дальше. Аплодисменты! Бурные аплодисменты! Молодцы! Разлагаю на каждом конкурсном дне одну из сцен обязательно такую. Потому что когда слушаешь притчи, действительно сравниваешь все ситуации со своей жизнью и понимаешь, что иногда ты был очень неправ. А вот девятый, десятый отряды и по-моему седьмой, восьмой все сидящие здесь говорят даже громче, чем микрофон. Люди говорят. Нет, 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 так нельзя, потому что выступающие на сцене им очень тяжело. Договорились? Договорились первые четыре ряда? Договорились. Итак, давайте посмотрим, что у нас. Подождите, мне кажется, Казаков какого-то прямо это... Это ты самые индийские отметки ставишь? Нет? Смотри. Так, я прослежу в следующий раз. Итак, первая отметка восемь, девять, девять, девять и десять. Сорок пять баллов, ну это здорово. Сережа, не расстраивайся. Улыбаешься? Ну, не знаю, мне все так неловко вообще. Но вы знаете точно, что оказаться в жюри не хочет ни один человек, который работает в лагере «Орбита». Андрюша, Марьян, ты не можешь там быть, потому что ты лицо заинтересованное. А вот те, кто сидят, некоторые после первого, как говорится, первой отсидки уже больше туда не возвращаются. Что тоже хорошо. Итак, на сцене третий отряд. Третий отряд после столь серьезного клипа решил внести нам некий момент веселья. И представляет комедию, которая называется очень просто «Снежная королева». На сцене третий отряд. Комедия «Снежная королева». Встречаем! Вы лежали, девочка, верно? Я маленькая девочка, сильная и верно. За целью глазам, а мы не взяли за глаз. Ну и что? Ну и что? Ямарчик, Кай. Пока, Герда! Пока, Кай. И тут появилась «Снежная королева». Пойдем со мной, бежим со мной, летим со мной, летим со мной, летим. Зачем? Танцуй со мной, танцуй со мной, летим от scan, танцуй со мной, летим от счета. Танцуй со мной, танцуй со мной, танцуй со мной, танцуй со мной. А, мне попало в глаз зеркало! Все, теперь у меня будет холодное ледяное сердце. Отсойди меня и ищи. А пошла-ка я пока искать Кая Пока Вот иду себе такая искать Кая Пришла Вся пришла Вся И вдруг видит Геррада Летит ворон Черный мау Черно-белый ворон Вот А пока я не забыла про Кая Здравствуйте Геррада Здравствуй, ворон Это ты гляньки все Я фигуру не буду говорить Кая, не видали? Это такой черненький Ага Такой с карелинами глазами Да-да-да У него еще давай хвостик пупочкой Пупочкой Нет, не видел Ну и дурак А пошла-ка я подальше А пошла-ка я подальше И вдруг на нее напала боль Ай, разбойничья шайка Из разбойников Средних размеров Во главе с маленькой Такой разбойницей Здравствуй Я Маленькая Разбойница А что у тебя в карманах, а? Большой секрет для маленькой Для маленькой такой компанией Воскройки такой компанией Для маленькой такой секрет Взять ее Ты будешь спать вместе со мной Вон тут, возле моего зверинца А ну, подкрытись Что? Испугалась? А ну, по слову Знакомься Группа «Зверь» Это Рома-Волк Это Рома-Дятел Это Рома-Суслик А это Рома-Олень Поскакала я пока Искать Кая Искать Кая Искать Кая Из России в Литву Из Литвы в Латвии Из Латвии В Эстонию Из Эстонии В Финляндию Из Финляндию В Лапландию И попали они К старой Лапландии Жаркий огонь Полыхает в коммуне Тима Моя тень На холодной стене Финка Говори, где Кай А не то я тебе сейчас Финку под ребро А не чушь, что я Лапландка Да? Извини Лапландка Говори, где Кай А не то я тебе Лапландку под ребро Ничего я тебе не скажу Не скажу, что Кай Теперь вот в том дворце Не скажу, что он Теперь со Снежной Королевой дружит Не скажу я тебе, что Зеркало ему в глаз попало Ну и не надо Я сама знаю И пошла она Вот тот дворец А в нем Снежная королева И Кай Снежная королева И Кай Снежная королева И Кай Ой, ну вообще Ну кто меня вспоминает? Ну что, Кай Ты сложил слово Вечность? Да не могу я Не могу я сложить Из букс П Ожи А, слово Вечность Снежная королева Отпусти, Кай Не могу О, ты злая Нет, что я ты злая Он сам меня лезнул Надо кипятком Нет, не надо кипятком Забирай вас, забирай И растаяло сердце у Кая И стали они жить с Гердой Долго и счастливо А как же я? А как же я? А как же я? Сп dew Молодцы! 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 Не, давайте так. Если отметка низкая, вы говорите все вместе. Да ладно? Давайте. Первая отметка 8. Да ладно? Не, ну интонация не так. Да ладно? Первая отметка 8. Да ладно? Слышали? Вторая отметка 9. Да ладно? Согласна. 10. 10. И 10. Вот здесь добавка не надо было говорить. Так, все-таки у меня есть некие сомнения, что сегодня у нас, кстати, раньше восьмерок не было, помните? А у нас есть кто-нибудь в жюри новый? Есть Максим Казаков. Так может быть, Павел Иванович, он все равно старый. Ну, в смысле, не старый как старый, а старый член жюри. Да все вместе? Да ладно? Значит, либо Павел Иванович, либо Максим Казаков. Но я вам скажу, открою тайну. Это Татьяна Анатольевна Одинцова. Да ладно? Дети, говорите. Да ладно? Ведь она же должна была все-таки в своей студии мы вместе. А, так это Казаков ее укусил. 8 и 9 это их отметки. Все мы все выяснили. И поэтому после ужина разрешаю побить. Ну, не Татьяна Анатольевна, а Казакова. Договорились? Аплодисменты третьему отряду. Ну все, покакай. Итак, сейчас на сцену выходит очень интересная девчонка из пятого отряда, которая... Вот она. Вот она. Да нет. Тебе надо микрофон взять или на сцену выйти. Вот туда. Да, вот такая она интересная. Но что она вытворяет во время пения? Я говорю честное слово и отвечаю за свои слова. Что ни один практический в зале... Да что ж так шумно, а? Что ни один практический в зале не смог бы сделать так, как сделает сейчас выступающая Дарья Корчанина из пятого отряда. Ну, мы подождем, когда третий отряд полностью сядет. Максим Иванович, позовите всех, чтобы во время выступления никто не заходил в этот зал. Ну и другой тоже. Итак, третий отряд зашли. Бегом-бегом-бегом. Пятый отряд. Корчагина Дарья. Песня... О, кстати, ей надо было предыдущую сказку отправить. Корчагина Дарья. Песня «Финская бойка». Встречаем бурными аплодисментами. Громче! Дарья Корчагина Дарья Корчагина Дарья Корчагин. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok